Всем привет! И вновь на авторадио программа Каренина. В гостях сегодня Стас Михайлов. Привет! Предлагаю покататься. Давайте, я там просила. Поехали? Поехали. Сколько процентов из твоей жизни ты в автомобиле? Мне кажется, огромное количество. Больше летают. Ну так, самолет, машина, самолет, машина. Ну я, конечно же, не могу не спросить тебя про город Сочи. Спросили я про город Сочи. И про вождение автомобиля там. Ну, во-первых, да. Да, накладывают, конечно же, место жительства, свой отпечаток. И там на людей, которые живут, они по-другому водят машины, конечно. Ну то есть по стилю вождения можно увидеть, что это... В 16 лет я уже за рулем. Ты понимаешь, в 16 лет папа давал уже... А вообще так, он мне давал уже там, наверное, с класса, там, где я только доставал до руля, я там становился, он там что-то пытался ездить. У папы была тогда Волга, он приехал после заграницы как раз. Первая Волга была тогда в Вадле. Одна из первых. Это же было такое счастье, 24-го. Кто понимает, помнит те времена, 76-й год, 78-й. Это было что-то... Ну сколько там, 8-9 лет мне было. У меня же за руль там так брал потихонечку. Водил учить, там машину водить. Там в 16 лет, там в 15 я уже ездил, естественно. А права я получил, там была такая надпись, действительно, по достижению 18 лет, и я ушел в армию потом. С этими правами. В армию был водителем. То есть я все время ездил, конечно. Мне всегда нравилось. Но я там относился, тогда еще раз говорю, к машине. Это там на грязной. Все в Сочи там никогда не выезжали люди в машине. Всегда чистые были. Тогда не было понятия автомойки, вот эти там где-то там мойки. Это советские времена были. Мыли все там, где могли, в гараже. Сами стадиков? Сами там мыли, чистенько все. Как-то я любил, чтобы у меня всегда была чистая машина. Черная резина, обязательно. То есть там чистые диски. Вот для меня, когда машина чистая, грязные колеса, для меня это как мужчина вышел хорошо одетый, но с грязной обувью. Не могу. Первая машина? Первая машина? Собственно купленная. Это был 123-й Мерседес такой я тогда купил. Копил деньги, 4,5 тысячи тогда, по-моему, он долларов стоил. Мы отдали 123-й, белый, там такой наручной коробке он еще был. Такое там было все механическое. Это было счастье такое. Эта машина повозила меня, да. Потом купили, там что-то такое было, разная там машина. Но это была радость, это были шаги к чему-то там, стремления какие-то. Сейчас при этом графике жизни и посмотрите при количестве автомобилей, которые за окном, уже машина не является роскошью. Человек может выбирать только по пристрастию к какой-то той или иной марке, если не брать там такого ярого автолюбового. Или по комфорту. Я люблю просто мягкие машины, большие мягкие машины. Все, чтобы было уютно и комфортно. Ну расскажи про автопак сейчас. Я все убрал, оставил автобус. Сейчас взял себе автобус, Chevrolet. Его переделывают полностью, чтобы там были диваны, телевизор, чтобы закрыться и ехать спокойно смотреть телевизор. Роллс-Ройс у меня остался, это когда я в Европе езжу. И БМВ возят, и все. Расскажи свои планы на Новый год, всем уже интересно. Хотелось бы, ну этот Новый год мы все-таки, если Бог управит, справим с семьей все, большой семьей все соберемся. Поскольку это большая редкость для нас, для всех вместе всех собрать. В полном составе, очень хотелось бы. Для меня это один из трех важных праздников. Пасха, день рождения, Новый год. Вот так я примерно ставлю их в такую последовательность. Отправная точка, итог. Что ты сделал за год, что не сделал, что у тебя получилось, к чему ты хочешь стремиться. Вообще это год, Новый год. Помимо получения подарков, это момент переосмысления, что ты неправильно делал. Вот для меня это так. Чего я неправильно делал, почему у меня это не получилось, чего бы я хотел поменять. Ну а самый запоминающийся автомобильный год был у тебя? Например, в пути ты его встретил. У меня в армии же был интересный момент. Я возил, сейчас уже можно говорить, командующий ВВС. Если он меня слышит, простит он меня. Я, значит, отвез его домой, и у меня оставалось полчаса. До того, как я должен попасть, был в часть. И вот там уже, это микрорайон Северный, и стоит молодая пара. Тогда же не было такси, тогда ничего. Я их, они просят, слезно просили, просто довези, говорит, туда. Уже сейчас вот куранты начнут бить. А я понимал, что если их там отвезу, мне быстро до военведа в Ростове я успею вернуться в часть. У меня была 31-я Волга, я был, их две всего было тогда в Ростове. У меня был пропуск без досмотра, 0400 БХ. Ну, жил я хорошо в армии, то есть мог себе, конечно, мало и редко этим пользоваться. Но тут я позволился, посадил их в машину, довез, люди счастливые. Вот. Вернулся в часть буквально за 10 там, или за 5 минут. Мы сели там, торт нам накрыли такой там, для солдат был. И вот это был незабываемый, конечно, момент, потому что вот так в дороге практически, когда пустой, тогда же вообще пробок не было в советское время. И ночной город уже, когда все люди в домах вообще, еще не было той иллюминации, света такого не было. Я заскакиваю, ставлю машину, заходим, накрыт стол, сидят все наши солдатики мои, сели. Ну, что там тогда, торт, чай, посиделки такие вот у меня остались. Это было так. А самый запоминающийся подарок на Новый Год? Самое главное, наверное, для меня необычный, это я так скажу. Необычный подарок на Новый Год, это не материальное, то что там, потому что оно больше, меньше, здесь машина, другие что-то еще там, часы. Это все не хочется, это не самое главное. Для меня самое важное, все-таки с каждым годом, это появление интересных людей в моей жизни. Вот это, наверное, самый лучший подарок вот этих людей, это они в моей жизни. Потому что они мне дарят то общение, которое для меня с годами становится самым важным. А я прям все это на машины, вы знаете, все на машины перевожу. И мне хочется все-таки узнать, а никуда новый автомобиль ты не ждешь в новом году, например, не знаю, выход. Но я так понимаю, что вот этот тюнингованный автобус. Вот сейчас он должен, к 25 декабря вы должны сдать, обязательно покажу. А сегодня ты на чем? Вот BMW, приехал. Спасибо огромное за интересную беседу. Мне очень хочется буквально попросить тебя уделить мне еще 5 минут времени и рассказать про этот автомобиль. В багажнике, по-моему, у меня ничего нет. Я люблю, чтобы чисто было, минимально все. Хороший аромат, чтобы был в машине. Ну давай, пройдем все. Стас, ну буквально пару слов про автомобиль. Почему именно это модель и марка? Вот за один день просто решение пришло, потому что появилась потребность именно в машине, которая для семьи она. За рулем удалось посидеть хоть раз, честно? Да, один раз проехал. И нет? Нет, на это нет. После Роллс-Ройса я нет. За рулем больше у меня ничего не надо. Самый большой, я люблю большие машины. Там я езжу сам. А здесь вот самое главное, что должно быть в автомобиле, когда Стас Михайлов садится в машину? Что должно быть, помимо воды? Жвачки, обязательно. Хороший аромат, чувствуешь? Да, чувствую. Да, обязательно. Парфюм очень приятный запах. Мне кажется, это от тебя. И от меня, и парфюм должен быть в машине. То есть я люблю чистоту, чтобы чисто все было, обязательно. Обязательно температура, ну там 18-20. Сейчас холст замерзли, он сейчас сделает потеплее нам. Все. А что ты слушаешь в автомобиле? Ну не Михайлов, вот очень. Я вот и подумала. Ну это глупо было, понимаешь, сам себя еще слушаешь. Это как-то нездоровая уже была бы тогда история. Но многие же распеваются в автомобиле. Бывают. Делают какие-то роли движения. Здесь вот флешка у меня такая, когда мне новый, я слушаю, сюда вставляю, сразу раз и начинаю смотреть какие-то треки, вот мне присылают. Это вот здесь единственное, как офис. Здесь ты быстро слушаешь, одеваешь, наушнички у меня есть и все. Ну вот про все машины, которые ты рассказывал, я за автобус больше. Потому что там прям саратога какая-нибудь американская, GMS. Ну я взял этот, Экспресс. А, ну большой. Экспресс, да, он Chevrolet Express. Все из него внутри вытащили, все заново сейчас полностью шумоизоляцию, салон полностью шьем, то есть музыку. Там и так был телевизор, чтобы вот сзади сесть, вот это даже уже маленькое, понимаешь. Хочется, чтобы было побольше места. Вот такой вот, встать в полный рост, вот машина такая уютная должна быть, мягкая. Я заставил эти бедные ателье от меня вешаться, наверное, потому что я их заставил придумать сидение, которое мягкое-мягкое. Они вот говорят, да зачем тебе, вот смотри какие сидения, они анатомические, массаж. Я говорю, я не люблю это, сделайте мне вот мягкое, чтобы проваливаться, вот как можно мягкое, так и сделайте. Говорит, ну мы еще не делали такого никогда никому. Я говорю, вот и попробуйте, я вас не отпущу. Вот они делают, сегодня ждут меня в гости на тест. Два передних сидения они уже придумали, вроде приняло, а теперь остался задний диван. Попробуем, что из этого получилось. Должен быть мягко, комфортно. Сел, навязки закрыл, и вот то состояние, где ты спокойно едешь, не видишь, ни пробок, ничего. Я хотела попросить тебя рассказать про концерты и пригласить наших радиослушателей. 19 декабря, милости просим, у нас будет, надеюсь, состоится, если все сложится хорошо, я думаю, так и сложится с Божьей помощью. Дородный корпоратив, 19 декабря, милости просим. В Олимпийском осталось совсем чуть-чуть, чтобы нам подарить друг другу эмоции, радость и позитив. И буквально три слова пожелания на Новый год. Любым автолюбителям, которые находятся в любой точке мира, русскоговорящим, понимающим, что сейчас я говорю, я желаю простой одной вещи. Чтобы вы живыми, здоровыми выехали из дома и живыми, здоровыми вернулись. Другого пожелания нет. Без приключений, без всяких негативных историй за рулем. Всегда радость. Радость. Вот эта штука под названием машина должна приносить только радость, спокойствие и позитив. Все. Друзья мои, Каренина на Авторадио, Стас Михайлов. Счастливо, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok